В .NET я переквалифицировался из Дельфистов, потому что в какой-то момент в самарской конторе, в которой я работал, начали думать, что что-то новые кадры ищутся тяжело, что-то надоело все библиотеки писать самим, что-то вообще как-то это. И в итоге с какого-то момента был провозглашен девиз «все новые проекты пишутся на .NET», исполняется он своеобразно, потому что дольфийские проекты в конторе по-прежнему хорошо продаются. И уже тогда у меня, в общем, честно говоря, дудело. Если я знал что-то очень хорошее, мудрое, вечное, то сначала мне надо было изучить это самому, потом надо было накапать с этим мозгами на мозг команде, потом проесть плеш руководству, потом выступить с этим делом внутри конторы, потом мысль неожиданно заканчивалась. Ну, слава богу, московское .NET сообщество смогло предоставить такую площадку. И что хочу сказать? Сделать доклад, с одной стороны, гораздо проще, чем кажется, с другой стороны, работа будет намного больше, чем вы думаете. То есть, если вы хотите сделать доклад, спокойно подавайтесь и не думайте, что если вы подаетесь за 3-4-5 месяцев, это типа много времени. На самом деле, даже если у вас есть полностью набранный материал, готовый, как вы думаете, к изложению, на доклад реально уйдет еще месяца два. Естественно, при условии, что вы продолжаете работать фуллтайп на вашем основном рабочем месте и там на него не отвлекаетесь. Спасибо ребятам и девушкам из сообщества. Помогали очень-очень-очень-очень сильно, потому что благодаря обратной связи с тренировочных прогонов доклад был переделан примерно на 2-3. Плюс примерно треть оригинального содержимого появилось только после того, как был выполнен первый прогон. Спасибо. А вам, уважаемые зрители, советую только одно. Это очень большая просьба на самом деле. После того, как докладчик выступит, какой бы глупый вопрос вам в голову не пришел, обязательно задайте. Потому что нет для докладчика ничего слаще, ничего приятнее, чем получить обратную связь тут же. Потому что если зададут вопрос, ответ на который докладчику очевиден, значит он точно знает, что что-то он недораскрыл. Если зададут вопрос интересный, значит разбудил в людях жажду нового. Ну а если он услышит, что где-то в задних рядах идет срачик по докладу, ну это вообще песня. Поэтому, пожалуйста, первым делом не стесняйтесь у людей спрашивать. И по себе скажу, и про других докладчиков то же самое. И потом не стесняйтесь выступать сами. Потому что вы думаете, что все, что вы знаете, это все другие тоже знают. На самом деле это неправда. В лучшем случае то, что вы знаете, знают ваши коллеги. Может быть ваша команда. А на самом деле еще полно-полно народов, для которых то, чем вы занимаетесь, и то, как вы это делаете, на самом деле может быть открытием. Для кого-то маленьким, а для кого-то и не очень. А потому, пожалуйста, выходите добровольцами. Как минимум, ну, скажем так, как минимум один хороший доклад на каждом митапе я видел, на котором присутствовал. И, как правило, и второй был не на ногах. И, собственно говоря, у вас есть шансы сделать так, чтобы не говорили про как минимум один, а говорили, что вот я выступал на московском митапе, и это само по себе уже было бы чем-то хорошим и важным. Я думаю, что вы все, парни-девушки, воспитанные, про глупые и не очень вопросы. Как все же понимают, что задавать мы будем в конце, после доклада, чтобы все-таки наших ребят не сбивать. Есть у нас большая, в общем-то, надежда, что будет не один доклад хороший, а оба, два. Мы чего, мы начинаем уже? Да, да, Смирнов, давай. Смирнов, можно вас на секунду? Секунду. Здравствуйте. Меня зовут... Так, секунду. Так, меня зовут Смирнов Вячеслав. Я инженер по нагрузочному тестированию компании Performance Lab. На этот доклад я подавался год назад. Тему, ну, доделал ее только через год. Вообще, идея ходить на митап у меня появилась, потому что я хотел преподавать, и у меня не было опыта преподавания. Я пошел на митап, чтобы посмотреть, как люди рассказывают темы. Интересно там, неинтересно чему-то научиться. И так стал ходить на все, что есть. А в Москве есть очень многое. По вторникам, четвергам, пятницам и субботам. Вот. Итак, мой доклад про инструменты нагрузочного тестирования. Я расскажу вам Булину про то, как использовалось три инструмента. Началось все примерно два года назад. Мне нужно было с помощью Apache Gmeter нагрузить WC в сервис. А Gmeter — это инструмент на Java, и он это не умел. Я сделал так, чтобы .NET запускался из Java, а Java — из Gmeter, и таким образом нагрузил. Потом второй проект надо было сделать очень быстрый прототип. Я использовал предыдущие наработки. Третий проект — там мы использовали HP Odrunner, и не хватило лицензий для нагрузки на .NET. Тут я опять вспомнил про свою наработку, и с помощью Gmeter, который бесплатный, проект был сделан. Вот это коротко из того, откуда набрался материал. Итак, Булину про трех богатырей. Apache Gmeter, студия и HP Odrunner. Они все вместе у меня будут, сообща, в общем, бороться с DEC и WCF, с помощью не грубой силы и денег, а хитрости и тактики победят. Поехали. Первый богатырь — Apache Gmeter. Он позволяет нагрузить .NET недорого. Основное его преимущество — то, что он умеет делать все, что нужно от инструмента нагрузочного тестирования. Он может создавать нужное количество виртуальных пользователей, потоков. При этом эти потоки будут работать с контролируемой интенсивностью, то есть нужное количество итераций делать за час. И он умеет писать логи. Это все, что нужно от инструмента. И он у нас будет пушкой, который будет стрелять по WCF и DECOM сервисам. Visual Studio, она будет готовить снаряды для этой пушки. Почему Studio? Потому что мы грузим WCF, а это .NET. И для нагрузки на .NET сервис нужен .NET клиент. Его лучше всего писать, отлаживать в инструмент, который предназначен для этого, то есть в студии. Студия позволяет нам разрабатывать тест с удовольствием, ставить точки останова, подсказывать про ошибки и все остальное. А цель использования HPO-драннер в том, что проект, в котором я последний раз использовал, он изначально стартовал как проект для тестирования с помощью HPO-драннера, только потом выяснилось, что у нас лицензии не хватает. И он умеет записывать и генерировать код для тестирования DECOM сервисов. Вот у вас может возникнуть вопрос, как перехватить DECOM-запросы и ответы от клиента к сервису, как там параметризировать. HPO-драннер — это лучший для этого инструмент. И еще в HPO-драннере есть дополнительные инструменты для работы с тестовыми данными. Вообще это стандарт нагрузочного тестирования, просто очень дорогой. Я не знаю, видели ли вы инструменты, о которых я сейчас рассказал, но студию, думаю, видели. И она у нас будет основным, в общем, движущим механизмом. Таким образом, используя все три инструмента, разработка тестов становится недорогой, удобной и правильной. Ну, под правильной я понимаю то, что мы сделаем сложную часть, и сначала непонятно мне, как же подать нагрузку на DECOM. Вот, тут мне Lodrunner поможет, удобство — это студия, а недорогая — это G-метр. Более подробно расскажу про Apache-метр, почему, ну, как вообще строится процесс работы с ним. Так, у меня указочка есть. Первый пункт, ну, ключевой. Apache-метр не умеет запускать .NET, но с помощью джины и фонет можно сделать обертку на .NET класса. Ну, просто как бы запускаем утилитку, говорим, .NET класс превратись в Java класс, то есть без написания ни одной строчки, без написания кода. И далее магия, в общем, сотворилась. Также он бесплатен, и в нем самое лучшее логирование всех параметров. Лучше, чем в студии, лучше, чем в Lodrunner. Самое лучшее подробное можно залогировать, как обычно логируются параметры. Например, у нас есть метод getDocument, и мы по каждому методу getDocument, getDocument записываем время старта и длительность выполнения. А с помощью G-метра удобнее всего сделать так, чтобы мы логировали также все параметры этого вызова, то есть getDocument и d такой-то. И потом могли строить более детальную аналитику, почему какой-то из getDocument упал, с какими D-шником упал. Или вот на каких-то 10 параметрах у нас большое время отклика, а на 100 тысяч других маленькое. Какие-то 10 параметров. При этом мы не записываем весь трафик, а записываем только ключевые вещи. Для всего остального в G-метре ничего почти нет, и мы будем использовать все остальное. Visual Studio для отладки, HP и Virtual Table Server для хранения тестовых данных, Intel и J для того, чтобы проверить, как у нас работает, в общем, сгенерированный Java-класс, InfluxDB и Grafano для отображения онлайн-результатов. Возможно, вы слышали про такие инструменты. Pandas и Matplot-Lip это из Python для генерации графиков и отчетов по логам, G-метрам. HP loadrunner для того, чтобы перехватить D-com-трейсы. SVC-config-эдитер и SVC-trace-сювер. Это утилиты из .NET SDK для того, чтобы перехватить запросы к WCF-сервису. И Wireshark для того, чтобы выстроить, в какой же последовательности вызывались D-com и WCF-запросы. Дальше мы посмотрим, как это выглядит. В общем, много всяких инструментов. И вообще заниматься нагрузкой достаточно интересно и увлекательно. Нужно сделать из ничего и дешево, и очень быстрое что-то. Итак, более подробно, как же выглядит вызов из G-метра .NET-сборки. Мы пишем Visual Studio .NET класс. Это некий такой сценарий работы с D-com и WCF-сервисом. Обычный класс, в нем есть метод типа execs. И он обращается, создает клиентов. Требование к этому классу, чтобы он превратился в корректный Java класс без ошибок, следующее. Нужны простые публичные методы .NET класса, потому что в Java классе будут видны только паблик методы, ну и паблик свойства. У этих методов не должно быть out параметров, не должно быть шаблонных всяких вещей, не должно быть динамического списка параметров. Ну, например, если метод на три параметра, то он должен быть методом на три параметра, без ключевых слов парам, out. И в нем не должно быть событий, потому что когда в классе есть события, то события .NET не могут превратиться ни в одну сущность Java, и там получается ошибка преобразования. По свойствам. Свойства должны иметь методы get и set, поэтому даже если есть у вас паблик-свойства, но в нем есть только, например, get, и вы забыли сделать set, оно не превратится в паблик-свойства Java класса. В общем, вот это три ключевые такие вещи, чтобы заработал джин и фонет. Все. Также Apache Meter бесплатный и является свободной платформой с открытым исходным кодом. Мне очень нравится то, что в нем есть backend listener, который позволяет сохранять результаты WinFluxDB и отображать их в Grafani. Это практически у нас такой стандарт компании для некоторых проектов, и заказчики очень любят, когда, ну, заказчики-разработчики, когда мы запускаем тест, они открывают браузер, смотрят на статистику онлайн и видят, хорошо сейчас тест идет или нет. Могут в онлайне поправить там у себя что-то в базе, сказать, у тебя вообще нагрузка не та или еще что-то. А также для того, чтобы писать детальные логи, вот я использую свой плагин csv-окрайтер. Он мне в более удобном для меня способе логирует все, что происходит в тесте. И его написать было достаточно просто. И немножечко про логирование параметров транзакций. В HPO-дранер это сделать крайне затруднительно, и я там использую следующий. Я просто пишу в текстовый лог все параметры, ну, ключевые, какие мне нужны. А потом это текстовый лог парсию. Ну, обратно разбираю, регулярными выражениями делю, как же это делается в APG-метр, вот если нам нужно залокировать параметры транзакций. У него есть такая настройка sample variables, куда мы задаем имена переменных, и если во время выполнения транзакций есть переменная с таким именем, и у нее есть какое-то значение, то она запишется в отдельную колонку лога. Таким образом, я запускаю метод getDocument. У него есть некий параметр reference, его значение 3. У меня будет в одной колонке, что это выполнится, getDocument, и, собственно, все параметры. Вот. И это гораздо удобнее против ручного логирования переменных в AdRunner. Visual Studio. Если говорить про нагрузку с помощью Visual Studio, то это Visual Studio Enterprise. Чем она удобна, вы, думаю, все знаете? Можно чуть-чуть погромче? Так, понял. Чем она удобна, думаю, вы все знаете? В сети для тестирования в vcf.com она может генерировать прокси-классы клиентские. Также в ней очень удобно разрабатывать, я использую C-sharp. В ней есть комьюнити-версия, которая бесплатна. Мы ее будем использовать тут. Это вообще-то прекрасный инструмент. Два небольших недостатка. Она предоставляет 250 виртуальных пользователей бесплатно 90 дней. А чтобы снять ограничения, нужно заплатить от 2,5 до 6 тысяч долларов. Ну, это единоразовый платеж, без всяких там доплат. Причем, если вы партнер, у вас это может быть дешевле. Также есть студенческие лицензии, лицензии для госучреждений. У меня очень хорошо сделана интеграция с Git, лучше, чем в AdRunner и вообще отсутствующая в G-метре. Удобное развертывание тестов. Для всего остального мы будем использовать AdRunner, HP Virtual Table Server для хранения тестовых данных, ну и ту же связку в R-shark, SWC, Trace Viewer для того, чтобы записать, какие запросы и ответы шли. Чтобы оценить, насколько Visual Studio удобнее в плане отладки, вот я сделал демонстрацию, как отладка в каноническом виде выглядит в G-метре. G-метр — это такой инструмент, где мы строим тест визуально. Добавляем, собственно, запрос. На него мы должны добавить debug-постпроцессор, который будет отображать нам все переменные, которые есть в данный момент в контексте теста. Ну и, собственно, выводить их куда-то. И при запуске теста debug-постпроцессор покажет нам, что, собственно, никаких ошибок не было, что он зелененький, и что значения переменных такие-то. Это метод отладочной печати. Есть сторонний плагин, называется BlazeMeter Step-by-Step Debugger, который позволяет по шагам идти по тесту и выполнять. Но это тоже не так удобно, как Visual Studio. Visual Studio в плане отладки прекрасна. В ней есть горячие клавиши, в ней есть развертывание структур данных, всякие условные точки останова. Я его, в общем, просто обожаю. И если нужно написать сложный тест на WCF, WCOM, то я думаю, о, это сколько же исключений, это надо сколько раз повторить, чтобы это все прошло без ошибок. Использовать лодранер там, лодранер можно, там еще он интегрируется с той же самой платформой .NET. Но использовать G-метр в чистом виде – это просто нереально. нужно использовать лодранер, ой, Visual Studio для разработки и отладки. И как я делаю? Я пишу библиотечку. Библиотечку, собственно, отлаживаю из консольного клиента. Ну, то есть пишу консольное приложение тоже для студии, которое дергает метод в библиотечке «Выполнись», и там точки останова ставлю, все отлаживаю. Так, использование Wireshark я добавил в эту же секцию про Visual Studio и указал тут фильтр, который позволяет нам отобрать запросы для текущего хоста, для указанного. Вот этот фильтр нам покажет все запросы для протокола NAT-TCP, а этот фильтр покажет нам все начальные запросы для протокола D.com. И таким образом мы увидим последовательность вызовов. Слайду потом сможете посмотреть, если это когда-нибудь вам пригодится вообще. Про HP Lodrunner. HP Lodrunner — это стандарт нагрузочного тестирования, такой мустодонт. Что в нем есть, это его киллер-фича. Он может записывать и генерировать тест, который нужен для подачи нагрузки на D.com.vcf. То есть вы нажимаете кнопку «Запиши мне все запросы», он перехватывает вызовы и пишет их. Это просто удивительно. И у него есть Virtual Table Server для работы с тестовыми данными. Этого нету в Visual Studio. А тут он есть. Но тем не менее. Редактор кода в Lodrunner — это… Вы когда-нибудь видели такой инструмент Sharp Develop? И у него есть бесплатные компоненты для разработки кода I-Sharp Text Editor. На основе него сделаны многие другие инструменты. Вот, в общем, вот этот компонент используется как основа для работы с .NET в HP Lodrunner. Он, конечно, потрясающий, но не такой хороший, как в студии. Поэтому проект я разрабатываю в Visual Studio Community, когда нужно что-то сделать для .NET. А все остальное, конечно же, ну, тот же самый стек инструментов. Ограничения платности у Lodrunner такие, что у него есть 50 бесплатных, бессрочных пользователей, а для всех остальных, там, за 51 и так далее, достаточно высокая стоимость. И у него не очень удобный, ну, раньше был очень медленный процесс сбора метрик. Когда мы запускали высокоинтенсивные тесты, которые там выполняли тысячу транзакций в минуту, ну, в общем, очень быстро выполняли, до версии 53 все логировалось в базу Microsoft Access, и эта база под высокой нагрузкой ломалась иногда. Ну, или, например, зависал контроллер, а в базу не записывалась какая-то транзакция, и потом ее нельзя было открыть. С версии 53 переделали, и основная статистика пишется в бинарный формат, который нельзя никак открыть, ну, с помощью только отдельного инструмента, это HP Lodrunner Analysis. Но зато сейчас пишется надежно и быстро, а ошибки по-прежнему пишутся в Microsoft Access. Вот. Но зато раньше у нас был свой парсер вот этих результатов. Ну, мы данные из Access брали там и по-своему визуализировали в корпоративном виде. Сейчас это не работает. Ну, в общем, такой вот есть момент. Killer Fetch Lodrunner. Запись всего и вся. У него вообще есть запись, не знаю, Citrix, RDP. Вы указываете, какое приложение сейчас запустится, какие у него должны быть аргументы, рабочий каталог, что это Windows-приложение. Потом запускается вот такая плашка, где вы можете остановить запись, продолжить, нажать на паузу, и по завершении генерируется код. Абсолютно рабочий. Ну, это, конечно же, генерируемый код. Он такой, как бы, не очень понятный и достаточно такой простыня код. Если вы запишите это с помощью вот этих инструментов и в SVC-трейс-вьювере, кто-нибудь вообще когда-нибудь пользовался конфиг-эдиторами и SVC-трейс-вьювером, видели, не знаю, конфиг-файл для серверного приложения, для WCF-сервиса, или конфиг-файл для WCF-клиента. Это ровно до тех пор, пока не открываешь на себя возможность конфигулирования кода, после чего XML-конфиг выкидывается куда-нибудь. Нет, это, тем не менее, очень удобно. Удобнее, чем в коде. В коде сложные биндинги прописать не так-то просто. Это тоже будет большая такая вещь. Зато там и телесен сработает. Возможно. Еще в ладренере достаточно удобно формировать транзакции. Мне нравится, как транзакции формируются в Visual Studio. Это begin transaction, end transaction. Ну, то есть кодом. А в HP loadrunner они так же формируются. То есть start transaction, end transaction тоже кодом. А как это делается в Apache Geometry, мне очень нравится. Там делаешь визуальный блок, него добавляешь под элементы. Получается такое дерево. Кому-то, конечно, кажется это более дружелюбным и более низкий порой вхождения. То, что это древовидная структура. Но мне больше нравится код, потому что в коде можно точки остановы ставить. А отладка – это наше все. В Visual Studio я написал что-то так же. И что мы еще возьмем из ладранера, ну, всегда берем. Это virtual table server. И у него есть REST API. Это для работы с тестовыми данными. Выглядит это вот так. Формально это приложение на Node.js очень синхронное, очень быстрое и удерживает достаточно высокий поток обращений к нему. Единственный минус, который я знаю, если, например, создать тысячи колонок, ну, вот примерно такой порядок, 100, 200, 300, и начать с ними работать интенсивно, обрабатывать, вставлять, то этот сервер на Node.js падает. То есть он хоба и упал. Очень много колонок делать не надо. Можно делать немного колонок с огромным количеством записей, но много колонок делать не надо. Были случаи, когда это падает. Изначально, до того, как я начал готовиться к этому проекту, не было возможности работать с virtual table server из .NET кода или Apache Metro, а потом я готовился и сделал так, чтобы это можно было работать. И теперь есть клиент к этому всему. Итак, представим, что у нас есть тестовое приложение, написанное на .NET. Оно использует как Win32 библиотечки клиента, это так и .NET, и работает одновременно с DECOM сервисом и WCF сервисом. Это бухгалтерское приложение, в котором бухгалтер заполняет, ну, вводит первичные данные, там каждое поле проходит проверки, там можно ли списать, нельзя ли списать, и формируется потом отчет. И весь этот процесс, пускай у нас долгий, то есть это выполняется, пускай 100 запросов за весь пользовательский сценарий, и эти 100 запросов в чистом времени выполняются 15 минут. При планировании нагрузки заказчик спрашивает, вот у нас есть такой сценарий на 100 запросов, и я хочу, чтобы ты сделал тест, и там этот сценарий выполнялся с интенсивностью 10 выполнений в час. Скажи мне, сколько тебе понадобится лицензии на HPL-дранах, и ты должен рассчитать. Рассчитывается это так. Ты говоришь, так, сценарий в чистом времени выполняется 15 минут, но так, чтобы с запасами там под нагрузкой, вдруг он не успеет за 15 минут выполниться, будем считать, что шаг, фиксированный его выполнением, будет 30 минут. Тогда мне понадобится для такой интенсивности, в последующей формуле считаем, 5 виртуальных пользователей, чтобы данную интенсивность создать. Как это визуально выглядит? Стартанет 5 виртуальных пользователей, случится некий такой ramp-up, то есть вот это вот время прогрева. Каждый тред — это вот виртуальный пользователь. Пользователи будут работать с фиксированным шагом. Ну, тот шаг, который мы выбрали, 30 минут. Фиксированный шаг позволяет нам сказать, что за час выполнилось какое-то фиксированное количество сценариев. Но это же важно для заказчика, он хочет 10 выполнений, мы должны ему столько и предоставить. А ramp-up делается, чтобы данные прогрелись, чтобы не было такого, что мы открываем какое-то очередное подразделение и вдруг происходит загрузка чего-то там в кэш, и запрос очень долгий, мы вот на плавном подъеме все это прогреваем. А также для того, чтобы все запросы смешивались. Не было такого, что раз, ну, нулевая минута, стартануло 5 пользователей, все жахнули сценарий. Потом они отработали, ну, получается, есть хвостик пустой, спад нагрузки. Потом снова 30 минуты, все снова начинают там открывать документ, что-то заполнить, опять, короче, пик нагрузки. Потом опять спад. Делаем ramp-up, и все получается плавно. Почему так получается, что за час теста нагрузка эквивалентна 10 сценариям? Ну, вот мы тут видим, что за час теста 5 сценариев отработали вчистую, ну, и как бы в каждом, если было 100 запросов, то это 500 запросов выполнилось. Тут выполнилось чуть-чуть, тут побольше, тут побольше, тут еще больше. И вот эти вот 5 частички, эти 4 частички дают как бы еще суммарно еще 500 запросов. То есть мы тут выполнили такую смешанную, активную, более-менее живую нагрузку от 10 бухгалтеров. И понятно, что с ростом нагрузки сценарии будут выполняться все дольше и дольше, и, возможно, даже превысит шаг. И все хорошо, нам тут нужно было всего 5 пользователей. А если заказчик говорит, что нужно 500 выполнений в час, у меня на практике было, конечно, 8 тысяч выполнений в час, 16 тысяч выполнений в час. Не для таких, конечно, длинных сценариев и таких шагов, но, тем не менее, это реальность. Тогда получается, что нам нужно уже 250 виртуальных пользователей. И 50 бесплатных пользователей HP Odrunner не хватает. Все, мы должны как-то это обосновать, почему нам нужен именно Odrunner, и что он, в общем, самый лучший, и так далее, и так далее. Все это выливается в то, что мы должны что-то купить. Допустим, мы говорим, что для WCF и .NET, и .com лучше всего Visual Studio Enterprise для нагрузки. Вот я взял прайс, актуальный, за 2017 год. В нем есть цены как для академические лицензии, лицензии для госучреждений, вот, ГОФ, и они достаточно дешевые. Если же говорить про лицензии для нормальных компаний, вот на неограниченное количество установок, это полмиллиона, на единственную установку 140 тысяч, примерно так. Конечно же, на это есть скидки, но ориентировочно цены такие, от 150 до 500 тысяч рублей. Но у Odrunner цены повыше, это у меня старый прайс за 2015 год, но у них очень гибкая система скидок, и если вы покупаете много, то ценник становится ниже. Вот, например, если вы покупаете количество лицензии от 1 до 499, то цены от 370 долларов за одного пользователя, либо 246 для другого продукта. Если вы уже покупаете от 500, то цены снижаются. Давайте проведем небольшой экономический расчет, чтобы оценить, что дешевле. Аплатижметр бесплатен. У него нет никаких ограничений на входе. Ну и на выходе получается бесплатно. Так я со звездочкой, конечно же, сделал, как во всех гилбордах, потому что вам все равно понадобится купить операционную систему, там железо, и заплатить инженеру, чтобы он этим джеметром пользовался. Ну, мне. Visual Studio Enterprise. Вот она стоит таких денег, от 150 до 500 тысяч рублей. Ну и на нее тоже есть скидки. HP Odrunner. Если мы покупаем прям столько, сколько нам нужно, 250, из первого ценового диапазона, вот за столько, со скидкой даже 80%, такую скидку можно получить, если вы, например, Сбербанк, и купили у компании HP 50 принтеров, потом ноутбуки, мониторы и все остальное, то такую мелочь, как виртуальные пользователи, вам отдадут просто с бешеной скидкой. Ну или если вы другая такая крупная, крупная компания. Если же вы впервые придете, то вам такую скидку не предоставят, но вы можете купить через партнеров. Например, при покупке через Performance Lab скидка вроде начинается от 30. Вот. Тут получаются такие цены. 12500 за 50 пользователей, а если по 500, 500 сразу покупать, это поменьше ценик, то 15000. Обычно все покупают сразу, в общем, из второго диапазона 500, чтобы было. Это же правильный такой подход. Ну и вот. Расклад такой. 0 для G-метра, 870 для лодранера, ну и 150 для студии, в минимуме. Если переводить это в месяцы работы ваши, вот у вас есть какая-то зарплата, пускай это сотка, плюс там всякие налоги, туда-сюда. Если вы сможете тест переписать со студии на G-метр, то есть обернуть его там в жены и фонет за месяц, тогда экономически выгодно вам переписать. Если вы не можете, тогда вам экономически выгоднее купить студию и не танцевать с бубном, со всякими там обертками. Как вообще происходит выбор? Вот я так обосновал, ушла заявка, что нужно купить. И эта заявка пропала. Прошла неделя, я смотрю, ничего не двигается. Я думаю, в общем, так дело не пойдет, давайте-ка я протестирую сразу отчет предоставлю. И это у меня за две недели сделано было. Пока люди там согласовывали, они сказали, ну да, ты как бы пиши тест на G-метре и даже отчет хорошо, но мы сейчас все равно купим и нужно будет сделать все с HPO-дранор. Я подумал, ну ладно, значит я сделаю так, чтобы я потом код из G-метра в HPO-дранор вставил и он вообще без один ошибки скомплировался. Ну, дополнительные себе задачи придумал. А они пусть пока покупают. Вот. Как вообще выбирают продукты? HPO-дранор это стандартный выбор. Если у вас вся инфраструктура сделана на технологиях HP. Например, если у вас уже куплен Performance Center, у вас есть большие скидки от HP и уже есть целый штат тестировщиков и программистов, которые любят это. Ну и их сложно переучивать на что-то другое. в студии это разумный выбор. Если вы тестируете не все подряд, а только .NET, D.com, ну и весь стэк Windows технологий, то ничего лучше для тестирования этих технологий, чем Visual Studio Enterprise, думаю, нет. В ней, в общем, есть все, и она достаточно удобна, но там вам понадобится приобрести дополнительные продукты. SQL Server, TFS, лицензии на Windows. То есть она не так что сама по себе купилась и все. Там все равно есть взаимосвязи кое-какие. Но не скажу, что это прям очень дорого. Ну и свободный выбор это Apajimeter. Если у вас нет денег, то выбор очевиден, тут и говорить не о чем. Ну и если вам нужно все очень быстро или там просто какие-то нереальные количество лицензий, то тоже Apajimeter. Если выбирать не из денег, а из возможностей и протоколов, ToDoCom протокол используют в качестве транспорта Microsoft RPC. Это немного модифицированный RPC протокол. А VCF использует три варианта транспортных протоколов с Apex и HTML и HTTP или с Apex MSBIN кодировка либо через HTTP, либо через TCP. С Apex MSBIN через TCP называется NetTCP. Есть сейчас рекомендуемый вариант. и G-метр не поддерживает ничего, кроме SAP XML через HTTP. Поэтому его нужно как-то подружить. Когда мы его подружим, то получится так, что G-метр запустит виртуальных пользователей, они загрузят в библиотечку. библиотечка будет просто вызывать метод библиотечный, а он будет инициировать запрос обрабатывать ответы от системы. Можно будет таким образом подавать нагрузку на систему, а G-метр просто берет статистику. Технология такая, я вам его уже чуть-чуть объяснил. Обращаемся в QC в сервис Net клиента. Сценарий реализуется на C-Sharp. Инструмент G-NIFO Net просто сдает вокруг .NET класса Java обертку, а Apache G-метр его вызывает. Java метод дергает. Я использую GSR 223 сэмплер, чтобы вызвать метод Java класса. А из .NET Java передаются только финальные результаты. То есть нет такого, что есть некая интерпретация .NET байт-кода в Java байт-код и там какие-то прерывания и передача данных через виртуальные машины. Тут мы передаем управление в .NET код, он отрабатывает и собирает нам в массивчике статистику. Такая-то транзакция стартовала тогда-то, завершилась тогда-то, ну и так далее. Всю статистику собирает, а потом ее выплевывает в Java код. Java код собственно получает массивчик, говорит, что все, тест отработал, его выплевывает в G-метр. G-метр это пишет флок. То есть накладные расходы есть во время выполнения сценария, их нет, они есть после сценария. Вот в той паузе, которую я показывал, там всегда есть небольшая такая пауза между итерациями. Вот там у нас будут накладные расходы. Это единственный минус. И чтобы сделать так, что я код сценария из G-метра, ну и из проекта Visual Studio, ставил в проект HP loadrunner и все собралось без ошибок. Я воссоздал loadrunner API на .NET. Сделал такой нехитрый способ, структуру объектов и реализовал основные методы loadrunner API. Это работа с транзакциями, запустить транзакцию, остановить, start transaction, end transaction. Переопределил некоторые методы, чтобы покороче было писать. Выход из теста, работа с логированием, это логирование информационное и ошибок работ с user data point. И сделал клиент к virtual table server из C-sharp. У него есть открытый rest-up, поэтому сделать было несложно. Я использую только один метод из virtual table server во всех rotate message. Он позволяет взять запись из верхней строки, как бы ее использовать и вставить ее в конец, чтобы происходила вот такая ротация тестовых данных. Например, у меня там есть тысяча пользователей, логинов, тысяча паролей, вот я их по кругу гоняю. И могу гонять сколько угодно долго, так получается некое разнообразие в тесте. Проект доступен на GitHub, в разделе Performance Lab, там есть разные наработки, вот этот клиент тут есть. таким образом три богатыря используются совместно, скрипт пишется как для HP лодранера, он пишется в Visual Studio, но в качестве пушки для запуска используется Apache G-метр. Таким образом все счастливы и вообще по статистике работы компании Performance Lab Apache G-метр он наш кормилец, больше половины проектов сделаны на нем. И почему он наш кормилец, потому что всегда когда какая-то компания Performance Lab это аутсорсинговая компания, чтобы нас наняли, мы должны предложить как правило меньшую цену. А меньшая цена это то же самое там сэкономить на лицензиях минус 150 тысяч там если вы отказались от Visual Studio или минус миллион если отказались от HP лодранера. И чтобы был полезный опыт, что вы это можете сделать быстро там на G-метре. Выберите мы это можем сделать быстро на G-метре сэкономить вам миллион. И если это заказчик не Сбербанк или другая такая крупная контора где уже есть мы хотим студию или мы хотим лодраном, то они говорят о, хорошо, G-метр, лишь бы сделано было. Вот. И он нас кормит таким образом. Я его очень люблю поэтому. Создан демо-проект также на GitHub в разделе PFOB. я там создал тестовый OVC сервис и тесты к нему для всяких инструментов. Он не очень дописан, потому что я его постоянно дописываю и на работе у меня есть более такой продвинутой версии. Ну, когда-нибудь я перетащу весь код с работы на GitHub. Спасибо, что залезли со мной в гебри этих инструментов. Сдавайте, пожалуйста, вопросы. Если они у вас есть. Да, конечно. Рассматривали инструмент в качестве альтернативных инструментов? Да, ну, изначально SAPUI не совсем нагрузочный инструмент, но его можно использовать. Да, я когда-то его использовал. Что нету в SAPUI, в нем не было в тот момент формирования какой-либо статистики или графиков, и нужно было. Я помню, даже мастерил такую вещь, как я в Excel, при открытии документа запрашиваю диалог макросом, он мне загружает статистику из SAPUI, строит сводные таблицы, в общем, все то, что нужно в Geometry или в студии. В общем, мастерил на VBA. SAPUI, да, когда-то использовали, но он хороший такой для функционального тестирования, тоже, чтобы перехватывать как раз запросы, и только по протоколу SAP, XML, HTTP, он не сможет перехватить SAP, MSB, BIN1, через HTTP, или TCP, вот это NAT-TCP, и DECOM тоже. Функциональные тестировщики всегда используют SAPUI, чтобы что-то там послать, проверить, исправился, дефект не исправился. И в этом одно из преимуществ WCF сервисов. В ряде случаев можно, не переписывая код, переключить протокол SAP MSBIN на SAP APXML и все заработает без ошибок. У нас просто транспортный протокол поменяется. Если там нету потоковой скачки, докачки, все будет работать хорошо. У вас был вопрос. Да, вопрос вот какой. А, собственно говоря, поскольку вы реализовали HP у себя, то как насчет небольшого чита? То есть сперва пишем тест, записываем его с помощью Юлия Пакарновского добра, после чего деликатно высаживать его в студию, поскольку IP уже все есть, и гоняем соответственно там. Из студии я пока не подавал нагрузку, и подаю ее из APG-метра, но чуть такой же. Да, можно так. У студии достаточно удобно собственной IP. Она во многом даже повторяет APG-метра, но специфичная, ну в общем такое же почти. Есть тот же самый стамп, begin transaction and transaction. Этот чит активно используется. Ну и наконец, а в чем преимущество перед рабочим христианским колхозным методом, который мы когда-то использовали, поскольку мы никакие не нагрузочные тестировщики, мы разработчики. Я даже догадаюсь какой-то метод. что делалось? Было написано приложение, которое имитировало бешеного пользователя, нравы пользователя были хорошо известны, соответственно мы это расширившим усилием углубили, и это приложение наказывало наш бедный несчастный сервис на тестовой площадке, после чего нас интересовала одна вещь, не сдохнет ли он бедный через недельку такого эксплуатации. тестирование производительности делится на пять основных видов. Нагрузочное тестирование, стрессовое, объемное, конфигурационное, ну и всякие другие. Если вам нужно найти максимум и точку деградации, то есть ту производительность и интенсивность операции, при которых все упадет, то вы плавненько и контролируемо повышаете нагрузку. Если это стрессовое тестирование, вам нужно просто убить и посмотреть, где оно умрет, то вы создаете бешеное консольное приложение, которое что-то делает и все когда-то умирает. И вы не контролируете нагрузку, вы не знаете вот эту точку деградации, что у меня на 513 операциях все начинает умирать, а на 500 еще нормально. Вот в этом отличие. Я тут контролирую нагрузки, отсобираю логи детальные, и вся инфраструктура у меня есть. Еще такой момент, я один раз сделал тестирование с помощью самописного инструмента, заказчик сказал, как бы все отлично, только я не верю твоим результатам, у тебя какой-то самописный инструмент, а вот Visual Studio Enterprise, я верю. И вообще так началось мое знакомство с Visual Studio Enterprise. Заказчик, это была компания сургут нефтегаз, они сказали, короче, это не пойдет, мы тебе давай купим все лицензии, сиди, пиши вот здесь, пофиг, сколько она стоит, этому мы верим, а вот это все остальное не комфортно. Если начинаем с первого пункта, то, конечно, да. Да. Спасибо. Спасибо.